мы идем серия благодарность благодарность вообще самое я могу сказать что все что мы учили это прекрасно но благодарность это самое мощное влияние именно на мою жизнь я чувствую самое мощное влияние то есть это очень сильный сильный цикл у нас уроков и поэтому я благодарен всевышнему что у нас есть этот цикл уроков благодарен вам благодарен фейсбуку ютюбу телеграму в котором мы можем общаться в общем полон полон благодарности благодаря книге сад благодарности хорошо друзья все мы начинаем сегодня очень интересная тема значит сегодня очень интересная тема он говорит ну вот смотрите-ка а я же страдания и живут людей в реальные страдания проблемы сложности шалом да все же есть он говорит ну смотрите все это все это это вот такое радикальное утверждение он говорит что все это добрые вести то есть если ты понимаешь что от свечного идет только добро то все что происходит это же от всевышнего значит все добро за все надо благодарить очень бы такая вот радикальная мысль и он приводит такой пример вот говорит представьте ситуацию представьте ситуацию значит звонить телефон авраам отвечает здравствуйте ему говорят здравствуйте чем могу быть полезен вы авраам он говорит да мы хотим сообщить вам что ваше судно затонуло правда спасибо тебе господи спасибо и спасибо вам за это радостное известие говорит он и авраам пускается веселый пляс и с превеликой радостью благословляет благословен ты господь бог наш царь вселенной благой и благотворящий благословляет люди спрашивают что случилось он говорит пир сейчас делаем пир в честь этого события они приглашают всех они приходят спрашивают что мы празднуем а он им отвечает о говорит у меня радость такая вообще мое судно затонуло все мое имущество погибло и я остался без копейки он говорит вот такой у нас сегодня праздник услышав это никто не удивляется поскольку все понимают как должно что все к лучшему и все говорят о благо и благотворяющий спасибо тебе и они благословляют вместе с хозяином счастливчик слава богу спасибо всевышнему как здорово что у тебя больше нет денег нет ничего лучше велик господь благословен он благо и благотворяющий все что делает господь все к лучшему спасибо 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 и он спрашивает трава шаломарш вы думаете это ненормально а он говорит это кажется ненормальным только тому кто думает что в мире есть зло но говорит после прихода машеха всем станет ясно же что в мире нет зла и говорит вот рассказывает о конкретный случай приходит говорит ко мне ученик которые как раз вот начал изучать благодарность и благодарность и он говорит приходит он ко мне и говорит у меня есть радостная новость дорогой учитель я спрашиваю какая он говорит меня уволили с работы теперь у меня нет больше времени на а теперь у меня будет больше времени на уединенную молитву на молитву на учебу будет у меня больше времени я благодарю всевышнего за милость его и верю что все что мне причитается в деньгах на этот год я и так получил так слава богу что день не надо ходить на работу всевышний найдет способ как не дать деньги а я в это время буду больше молиться больше учиться больше прославлять всевышнего или такая у меня радость учитель и вот он говорит такую вещь да что он радовался за свое и благодарил всевышнего за свое увольнение и он говорит это вот как раз есть свет машиаха благодарить за все ибо в этом истинная правда все что делает всевышний к лучшему если ты не можешь радоваться и благодарить это не потому что действительность плоха а от того что у тебя не хватает понимания и веры значит очень радикальная мысль да он нас двигает понятно что когда все хорошо большинство не благодарит но он нам говорит ну благодари но обрати внимание у тебя же все хорошо но тут когда уже плохо он говорит если ты благодаришь вот это вот уровень дальше он приводит из талмуда высказывания раби шо бен леви в трактате таанит есть такой трактат талмуде он говорит каждый кто радуется постигшим его страданиям приносит спасение в мир представляете не просто себе приносит спасение но и всему миру даруется спасение ради его заслуг ибо он с любовью принимает постигшим его страдания теперь а как же он спасает мир он говорит вот этим он исправляет грех который называется нытье нытье без причины то есть так как большинство людей находятся в негативном состоянии даже когда у них все хорошо это называется грех нытье без причины то есть ты когда все хорошо не радуешься когда у тебя все хорошо ты это не ценишь не благодаришь всевышнего каждый день такой жизни накапливает у человека некий запас то что называется грех вот это унылость он то и сам страдает то есть он и сразу получает как бы пессимист первый кто страдает там пессимист и параноик да конечно этих людей жалко но первые кто страдают это они же сами пессимист думает что все будет плохо параноик думает что все будет опасно то есть они все время в страдании теперь но есть еще тот один аспект что кроме того что он сам страдание он накапливает долг как знаете как в банке когда ты живешь ты тратишь больше денег чем ты зарабатываешь накапливается долг на долг накапливается проценты потом на проценты накапливается снова проценты то есть если человек параноик и пессимист в когда полупустой стакан или полуполны то есть нет явных никаких страданий и так далее он просто не видит добра всевышнего в хороший ну по факту хорошей ситуации то тогда у него накапливается огромный долг на который накапливается другой долг на который накапливается другой долг то есть пессимизм и уныния и вот это вот жизнь такая знаете жалобщика да нытье это не это не личное дело каждого. Это реальный грех перед Всевышним. И как его исправить? А его исправить можно только в моменты, когда действительно происходит что-то опасное, негативное. Если ты в этот момент благословляешь Всевышнего, говоришь, я все равно верю, что все к лучшему. Все равно верю, что это ты мне делаешь для добра. В этот момент ты исправляешь вот это вот то нытье, которое было в прошлом причиной всех твоих проблем сегодня. И теперь он говорит такая вещь дальше, да? Он вспоминает опять то, что говорил его учитель Рабин Ахман. А он говорил так. Все беды, страдания и несчастья, постигающие человека, не дай Бог. И он говорит, секундочку, давайте тут остановимся. То есть, с одной стороны он говорит, что все беды, несчастья, это от Всевышнего, и надо благодарить Всевышнего за них. Но с другой стороны он говорит, не дай Бог. Почему он говорит тогда, не дай Бог? И вот тут он он задает этот вопрос. Почему пишет Рабин Ахман, не дай Бог, если все это великое благо? То есть, или это благо, или не дай Бог. То есть, определись. В ответ можно так сказать, что цель несчастья пробудить человека, чтобы тот познал Всевышнего. Но, разумеется, для Всевышнего лучше, если человек по собственному выбору научится молиться и обретет разумение без страданий и несчастья. Когда Всевышний видит, что человек не пробуждается сам по себе, тогда ради его же блага ему посылают тяжелые испытания, хотя Всевышний и страдает за людей. Как сказано, в каждой беде их он сострадал. Пророк Ишайгу сказал, что Всевышний страдает, когда ему приходится посылать людям беды, которые смысл этих бед и несчастья пробудить к служению Всевышнему. Теперь получается, что главная беда, которая сострадает Всевышний, это неразумение, не веря в то, что все к лучшему. И из-за этого все несчастья, которые дальше идут как следствие. То есть, корень всего это неблагодарность, корень всего это нежелание видеть добра Всевышнего, когда все хорошо. В этот момент, когда человек начинает ныть без причины, пессимистично, жаловаться, пугаться, тревожиться и так далее. Он накапливает свой долг перед Всевышним. Потом Всевышний ему посылает реальное страдание, которое человек, как бы он создает вот этот вот натип негативизма. Он все время его производит. Там, где нет негатива, он производит, 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 производит. Создал себе то, что на Востоте называется негативная карма. Ой, все плохо, ой, все плохо, будет плохо, было плохо. Ой, все плохо, все ничего, выхода нет, ничего, Всевышний не помогает. Там не получится у меня, здесь не получится. Тут будет плохо, там будет плохо. Все, нагнал вот это вот черной пены. Всевышний ему говорит, стоп, ну-ка давай, ладно. Веришь, что все будет плохо? Давайте по-настоящему плохо. Бах, ему плохо. Он тогда, ой, Всевышний, спаси, 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 спаси. Оп, ему чуть-чуть улучшилось. Ой, спасибо. О, опять все плохо, опять все плохо. И опять начинает. Нет, вообще не такая должна быть схема, да? Всевышний сострадает истинной беде человека. А что истинная беда? Его неразумение, не веря в то, что все к лучшему. И из-за этого все несчастья человека, как мы уже обсудили выше. И тогда, что получается? Если человек посмотрит на цель происходящего, то есть на намерение Всевышнего, значит, и увидит, что замысел – это благое намерение Всевышнего, что он стремится лишь к добру, хочет сделать человеку добро, пробудить его к раскаянию, скупить его грехи. Тот, кто стремится познать Всевышнего, понимает это и благодарит Творца. Огромное Тебе спасибо, Господи, благословенно, за ту напасть, которая побудила меня приблизиться к Тебе. Вот то, что он нам говорит, как бы… И вот тут это очень понятно. Вот смотрите, например, кого-то там критикует жена, например, да? Жена его критикует и говорит ему, вот, ты-то мне не помогаешь, ты не помогаешь, ты не помогаешь. А он говорит, я, значит, я понимаю, жена, что ты меня, значит, критикуешь, потому что тебе твое намерение, да, чтобы я тебе помогал, и чтобы у нас были лучшие отношения. Я понимаю твое намерение, чтобы у нас была хорошая семья, чтобы ты была счастлива, я был счастлив. То есть за любым негативным действием есть позитивное намерение. Просто человек думает, что он через негативное действие может достичь свое позитивное намерение. Та же жена, если бы она мужу сказала, ты такой хороший, ты такой умный, я так тебя люблю, я знаю, как ты хочешь мне помочь, я знаю, как ты хочешь там и так далее. И после этого она сказала ему столько хороших слов, и потом ему говорит, слушай, и заодно убери, заубери вот там, то, что ты должен убрать. Ну, какая-то там мини-критика. Он на крыльях полетит и сделает все, что ему надо. То есть тут, получается, во взаимоотношениях со Всевышним работает эта же самая схема. То есть если человек сидит и говорит, мне плохо, то он этим самым, как бы, он копает себе яму, он ее углубляет, 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 и все. И если человек говорит, спасибо Всевышнему за то, что вот он мне это дал, это дал, это дал, это дал. Спасибо, что он мне сейчас дает вот это вот состояние, которое мне не нравится, но он мне его дает для позитивной цели. Для какой же позитивной цели? Всевышний меня любит. Что он мне хочет, куда он меня хочет направить, направить. То есть он, и вот в этот момент, бах, и перед ним открывается дверь. Теперь двадцать у нас получается сегодня двадцать четвертый урок. Двадцать четвертый урок. И называется здесь двадцать четвертый урок в этой книге Be grateful it's better than it might have been. Он говорит, быть благодарным, это намного лучше, чем это может быть. Сейчас мы узнаем, что он имеет в виду. Очень связано то, что мы сегодня учили в одной книге, с тем, что мы учим сейчас в другом. Он говорит такую вещь, что человек мы все время эволюируем, он как бы измеряет любую ситуацию в своем интеллекте, в своих мыслях. И если он ее оценивает, эту ситуацию, как позитивную, то тогда он будет чувствовать себя хорошо. Если он ее оценивает как негативную, он будет чувствовать себя плохо. И если он чувствует себя хорошо, это дает ему уверенность, силы и радость. Если он чувствует себя плохо, это его вводит в депрессию и в стресс. Теперь, вот я сразу мне пришла такая идея, пример, насколько все относительно. Вот представьте ситуацию. Человек ходит, у него болят ноги, хромает, болят ноги. Он, естественно, что он может быть недовольным и расстроенным. Ой, болят ноги, ой, болят ноги, ой, болят ноги, все, болят ноги. И он как неплохо, как неплохо. Он себя загоняет еще и в яму эмоциональную, потому что у него болят ноги. Теперь приходит он на обследование, врачи ему говорят, вы знаете, вы, значит, давайте сразу рассмотрим второй вариант реакции. Он, у меня болят ноги, спасибо Всевышнему, у меня ноги болят. Болят у меня ноги, спасибо Всевышнему, что же мне Всевышний хочет сказать этим, да, что у меня ноги болят-то. Наверное, мне надо заняться ногами. Наверное, это Всевышний мне дает возможность, да, как бы понять через эту боль, чтобы у меня была мотивация заняться ногами. Вау, спасибо Всевышнему, что дал мне этот сигнал. Если бы не было сигнала боли, я бы и не знал, что надо ногами заняться. А сейчас я знаю, вау, спасибо Всевышнему, где же, и он начинает искать. Он же верит, что Всевышний его любит, уже сигнал подал. Значит, Значит, Свешний где-то приготовил и спасение. Значит, надо поискать просто это спасение. Оп, профессор Неумыватин, да? Для пожилых людей легкие специальные приседания. Он начинает потихоньку приседать, приседать. По чуть-чуть там, с поддержкой, с этим, с этим, с этим. Оп, и у него, значит, еще 20 лет жизни плюс. Он говорит, спасибо Всевышнему. Ты мне через боль в ногах показал, как надо. Я нашел эти упражнения профессора Неумыватина. И теперь у меня, значит, здоровье вообще улучшилось. Вау, спасибо Всевышнему. Второй вариант. Он, ну, говорит, не, это все вообще плохо, безнадега. Всевышний меня не любит тем, что у меня болят ноги. Это значит, что он меня не любит. Все, и я несчастный, и выхода нет. Приходит он к врачу. Врач ему говорит, вы знаете, взяли мы анализы. Вам надо ноги, наверное, не дай бог, обрезать вам. Все. Он говорит, как? Вообще без ног. Врач говорит, он вообще в депрессии, вы стерите, все. Теперь после этого врач звонит. Ему через буквально день говорит, вы знаете, мы ошиблись, есть новое лечение. Вам всего одну ногу отбрежут, вторую оставят. Он говорит, Хук, слава богу, хоть одна останется. А может, можно хотя бы две обратно. Ну, вторую тоже. Врач говорит, мы посмотрим. Звони через день. Говорит, вы знаете, мы действительно лечение, что вам обе ноги оставляют. Все значит. Он, слава богу, у меня останутся ноги, я буду ходить. Слава богу, ну, болят уже, пусть болят. Главное, чтобы были. То есть, мы видим, как у него же ситуация вернулась в то же самое место, с которого начиналось. У него есть ноги. Только должны были отрезать, потом оставили. И он в этот момент говорит, слава богу. То есть, мы видим, что действительно, вот эта мысль, что мы оцениваем ситуацию, и все относительно, она правильная. Но если мы ее оцениваем негативно, то мы чувствуем себя негативно эмоционально. Если мы оцениваем позитивно, мы чувствуем себя позитивно. Теперь дальше. Но он говорит такую очень интересную вещь. Что это только твой личный выбор, как оценивать ситуацию. Потому что, когда кто-то оценивает себя негативно, ты к нему приходишь, говоришь, ну, ноги болят, ну, поблагодари Всевышнего, ну, у тебя же они есть. Ну, начни заниматься ногами, начни делать ежедневно какие-то маленькие упражнения, пробуй, 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 так, обливай их, там, массируй, пробуй, но есть же варианты. Тут вот я, тут, он говорит, мне вообще, мне не нужно, ты говоришь, что у меня нет проблемы, а у меня она есть. Я считаю, у меня есть проблемы. И человек продолжает быть в негативе. Говорит здесь нам Раб Зелек Плистин, он говорит, нельзя ему говорить, что у тебя нет проблемы. Потому что большинство, много людей, many people, они предпочитают, чтобы их пожалели, чтобы их, значит, эмпатия, посочувствовали им, да, и не хотят они слушать, что у них все не так плохо. То есть, они для себя решили, что плохо, и он от этого получает какие-то бенефиты внутренние, да, вот все мне плохо, все меня бросили, все какашки, все плохие люди вокруг, да, ему от этого легче становится. То есть, это его бенефит. То есть, он думает, что раз меня никто не жалеет, значит, они плохие люди, а я хороший, а я себя жалею. Но как бы от этого он, что-то в своих глазах он выигрывает, понятно. Но это такой выигрыш сомнительный. Дальше он говорит следующую вещь. Если человек выбирает, значит, быть негативным, то он будет переживать множество вещей, как негативные он будет загонять себя в эмоционально-негативное состояние. Значит, дальше. Когда ты, значит, видишь только вот эти вот негативные полупустые стаканы, то ты к этому привыкаешь, и твой как бы эмоциональная сфера вся, она становится именно негативной. Теперь, если, но если ты наоборот ищешь позитивные стаканы, ищешь, за что можно благодарить, полуполные стаканы там и так далее, «Our gratitude gives us a general feeling of well-being». Оно дает нам внутреннее ощущение, что все хорошо. То есть это не просто там увидел я полупустой или полуполный. То есть это влияет на ощущение жизни. То есть или тебе хорошо, или тебе плохо. И это не просто выбор, я буду смотреть на негативные вещи, буду искать их и буду прямо на них зацикливаться. Это конкретно выбор, будет тебе хорошо в этой жизни или плохо. Теперь, дальше. Дальше он рассказывает историю. Я встретил одного человека, который когда-то был очень богатый, но из-за разных ситуаций он, значит, потерял деньги. И несмотря на то, что он обеднел относительно своего предыдущего большого богатства, и «he was a very happy person». Он был очень счастливым человеком, да. И он очень был все время счастливый, благодарный. Я его спросил, а в чем ваш секрет, в чем твой секрет? Значит, ведь в твоей ситуации очень легко стать несчастным и жаловаться, и твоя жизнь выглядит сейчас очень тяжелой. Но ты веселый, радостный, счастливый. В чем твой секрет? Он говорит, у нас дома была, значит, в нашей семье была такая, как девиз нашей семьи всегда был. Let's think of all that we can be grateful for. Давайте будем думать, что все, что у нас есть, вот за все, мы должны быть благодарными. Он говорит, я на этом вырос. То есть все, что у тебя есть, надо быть за это благодарными. И сейчас он говорит, я благодарен за мое здоровье, например. Да, я благодарен, что у меня есть здоровье. Я благодарен, что у меня есть где жить. Я благодарен за еду, которую я ем и которую я могу приносить своей семье. Каждый день у меня есть сотни, сотни поводов для благодарности. Я его спросил, говорит Равзелин Тиснин. Так это получается, ты идешь по принципу, что то, что у меня сейчас есть лучше, чем могло бы быть. Ну, типа ты сравниваешь это с тем, что могло бы быть еще хуже. И поэтому он говорит, нет, нет, говорит, это вообще не так. Мне не нужно богатства для того, чтобы быть благодарным. Мой мозг, он говорит, настолько полон благодарностью, что у меня нет разницы. Тогда я был тоже благодарный, когда был богатый. И сейчас я такой же благодарный. То есть у меня нет в ощущении жизни никакого изменения. Потому что если я когда-то с детства выбрал, и меня приучили быть благодарным, то я полон благодарности. То есть у меня есть сто процентов благодарности в любой ситуации. Поэтому my mind is so full of appreciation, мой интеллект, он настолько полон благодарности, что все эмоциональные бенефиты, все эмоциональные плюсы, которые может дать богатство, они у меня и так есть. То есть богатство же это, есть богатый человек, ему плохо, есть богатый человек, ему хорошо, есть бедный человек, ему плохо, есть бедный человек, ему хорошо, есть человек больной и он счастливый, что он сможет видеть солнце, видеть небо и он радуется каждому моменту, есть здоровый человек, который полностью в негативе, в депрессии, там все мне не нравится, все плохо и так далее. То есть эмоциональное здоровье зависит от уровня твоей благодарности. Уровень твоей благодарности зависит только от твоего выбора. Только от твоего выбора и все. Вот такой вот у нас сегодня очень получился полезный урок, я считаю. Спасибо Раву Шаломарушу. Спасибо Раве Зелик Плистину. Спасибо вам за то, что вы пришли у нас на уроках уже стабильно, уже 220 человек. Видите, как работает благодарность. Благодарность это невероятно, действительно, это то, что может поменять глобально мир, глобальная жизнь каждого из нас в лучшую сторону. Остановить войны, остановить все проблемы. Благодарность это, как сказал в начале книги сад Благодарности Рав Шаломаруш, это ключ ко всему. Поэтому давайте усилимся. Сейчас мы, кстати, слава Богу нашли, Баруха Шам, слава Богу, видите, как работает благодарность. Нашли спонсора на проект Бот Благодарности, Телеграм Бот. Сейчас мы прям сегодня будем разрабатывать его план, чтобы был такой, ну, как страничка, где объясняется, как работает. Все. И вот, с Божьей помощью, спасибо Всевышнему, что он действительно через Благодарность открывает все ворота. Скоро появится Бот вот этот, чтобы каждый день он будет вам напоминать, за что ты благодарен прямо сейчас, за что благодарен прямо сейчас, запиши. И когда ты записываешь эти все благодарности, потом ты их можешь читать, потом ты можешь ими делиться. Потом, ну, мы придумаем разные штуки. Очень классно послать слова благодарности другим людям. Я, например, вот очень, там, вчера позвонил, там, женщине, которая когда-то за мамой ухаживала, ее поблагодарил, ей было так приятно. И так далее. То есть, благодарность реально меняет жизнь. Спасибо вам огромное. Спасибо Всевышнему за все те чудеса, которые присутствуют прямо с нами каждый день. И я уверен, что в заслугу нашей благодарности Всевышний не будет, ему нет смысла послать войну и неприятности, чтобы люди пробудились. Но и так пробудились. Мы видим благодарность, мы видим именно добро Всевышнего, служим ему, воспеваем его, благодарим его, стараемся друг другу делать добро через благодарность. Все, Всевышнему не нужно нам делать войну больше, поэтому война сейчас остановится, и добрые, хорошие люди будут жить в счастье, в радости и в веселье. Все, до завтра, с Божьей помощью, встречаемся завтра в 10.00. И сегодня, чтобы прямо 100 благодарностей в день. Давайте сделаем такой челлендж. 100 благодарностей в день произнести. Причем, благодарность любому человеку, это благодарность Всевышнему, потому что человека посылает Бог. Каждый человек, который делает вам добро, это как раз посланец Всевышнего, это как ангел. Поэтому спасибо тебе, спасибо Всевышнему. Если эту связку все время нарабатывать, вы будете видеть все время присутствие Всевышнего в вашей жизни, и оно будет только увеличиваться. А если Всевышний присутствует в вашей жизни, все будет получаться. Здоровье улучшится, настроение улучшится, отношения улучшатся, деньги улучшатся, отношения с людьми улучшатся. все улучшится, но самое главное будет внутри well-being, то есть будет хорошо внутри, а это то, ради чего вообще человек живет. Удачи, успехов, до завтра.